Это тема денег. Иммигранты, они просто не то что сопровождают, они просто вот так вот за горло берут. Активы заблокированы, деньги вывезти невозможно, карты не принимают. Банкоматы все, карты все, 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 все. Ничего не работает, денег нет. Надо было искать пути того, как эти деньги из России достать сюда. Я расскажу два способа, которым пользуюсь я. Привет. Сегодня мы с вами будем говорить о теме, о которой говорить обычно не принято. Это тема денег, потому что деньги это то, что сопровождает любого человека, наверное, всю жизнь. Но иммигранты, они просто не то что сопровождают, они просто вот так вот за горло берут. И ты каждый день думаешь о том, сколько у тебя денег, хватит ли у тебя денег, как тебе их перевести из России, с другой страны, в той страну, в которой ты живешь. Сколько за что надо заплатить, что сколько стоит, хватит ли у тебя их на то, чтобы купить себе что-то существенное. Хватит ли у тебя на то, чтобы оплатить учебу ребенку. А сколько будет стоить еда, а сколько будет стоить путешествие, а где тебе взять еще, а где заработать, а как узнать ездить так, чтобы устроиться на работу. То есть все процессы, которые начинают происходить, они так или иначе связаны с темой денег. И тема денег вызывает, мне кажется, у многих, у меня в том числе, очень большую тревогу, такую максимальную тревогу даже в какой-то момент, в момент наименьшего понимания того вообще, что происходит в самом начале эмиграции. Мне кажется, важно вначале объяснить, почему тема денег для меня такая важная, хотя вроде бы я человек не бедный, и не скажешь по мне, что я сильно переживаю, хотя на самом деле я действительно переживаю. Не могу сказать, что очень сильно, но действительно переживаю из-за денег. Я родилась в 86-м году, соответственно, росла я в 90-е. В 90-е мы жили очень бедно. И, например, на днях я объясняла Саше, что такое тараканы, как они выглядят, и я объясняла ему на примере картинок в Гугле, потому что маленьких вот таких вот советских, российских, раннероссийских тараканов Саша не видел. Он никогда не видел таракана, понимаете? А у меня в детстве тараканы ходили по стене на кухне. Ну, то есть я не то, чтобы их не видела, я жила с ними, мы с ними жилплощадь делили с этими тараканами. И тараканы — это был ужас, а муравьи... У нас был такой момент, когда в ванной и на кухне ходили такие, ну, как это сказать, ни стадо, ни толпа такая, как это, не знаю, как назвать, косяк. Короче, муравьи ходили. Но муравьи — это было не так противно, они просто шли там куда-то, вот. Это было не очень. А тараканы — это было, конечно, капец, потому что когда вечером особенно всё уже поужинали, никого нет, никаких тараканов нет, выключаешь свет, уходишь. И заходишь попить, включаешь свет на кухне, а там просто они в рассыпную всё побежали. Вот. И мам, привет. Мама искала, значит, рецепты, как избавиться от тараканов. Мы постоянно их морили, травили. И яйца какие-то надо было сколько-то часов там вываривать сборной, по-моему, кислотой, если я не ошибаюсь, значит, шарики расставлять. Вот от этой кислоты они ушли. У нас ещё соседка была, тётя Света, она наверняка не смотрит мой блог, и если смотрит тётя Света, не обижайтесь, блин, но она настолько была нечистоплотная, что от неё что-то к нам не лезло. И, короче, жили мы вот так вот. Ели мы, есть такая рыба путассу, если вы знаете, если вы мой зритель моего возраста, такая, которую кошкам продают. Вот она такая в лотках, в ледяных, прям вот одним ледяным брикетом. Там даже рыбки по рыбке не отделяют, вот, потому что это кошачья рыба, вонючая, дико. Вот мы её ели, например, потому что у нас на нормальную рыбу денег не было, мы вот делали пирог из такой путассы. Кстати, очень вкусно было. Вот, мне тогда ребёнку казалось вообще, что кайф, очень вкусно, мама печёт пирог. И ели мы гречку, значит, с консервой, эти котлеты. Гречка варёная, там, консервы, всё это перемалывается, потом котлеты жарятся. Тоже мне казалось, что это всё очень вкусно, это как-то необычно. Ну и не было у меня никогда чего-то такого, что я могла бы сказать, что я жила классно. У меня было классное, беззаботное детство. Нет, оно было заботное, когда не было сладкого ничего, когда я просила у мамы, чтобы она у своих коллег на работе, у девчонок, как она их называла, чтобы она у девчонок попросила хотя бы банку варенья, потому что ничего не было дома сладкого, и хотя бы булку с вареньем мне хотелось есть. Я очень просладкая. Я плакала и говорила, мама, ну пожалуйста, попроси у девчонок, пусть они наверняка накатали этих закатов зимой. Наверняка у них это есть. И я, например, начала зарабатывать. Я первые свои газеты, я разносила газеты в 14 лет. У нас подружкой с Дашкой пошли по промзоне, все отказывались, а мы с ней, школьница, значит, согласились. 50 рублей платили за выходные, и мы на двоих это еще делили. То есть вообще по 25 рублей брали огромные рюкзаки, шли в промзону и разносили рекламную газету. Она из рук в руки называлась, не знаю, может, у вас в регионе тоже была такая газета. Вот, потом, значит, я устроилась работать в газету «Молодежная линия», и у меня в 16 лет была трудовая книжка появилась. Я писала статьи какие-то, очень гордилась собой. Вот, вырезала все эти статьи, у меня до сих пор они хранятся, по-моему, я привезла их даже в Испанию. Если я не ошибаюсь, они где-то здесь дома у меня лежат. Потом я поехала, когда была студенткой по программе «Walk and Travel», в Штаты, и я там работала в прачке. Ну, не только я, мы девчонки, у нас было 5 человек там русских. Мы полотенца складывали, там были огромные машины, шитые пилокейсы, как мы их называли, вот, халаты, все упаковывали для гостиниц. Мы, значит, работали в этой прачке, и в одну неделю я работала 99 часов в неделю, потому что мне очень нужно было купить ноутбук себе самой. Мне очень нужно было, мы ездили в Нью-Йорк на выходные, в путешествия, и вот эта свобода, любые шмотки, деньги есть, платят раз в неделю. Я прям вот работала с раннего возраста. Вот, потом я вернулась в Россию, соответственно, я одна устроилась из всего нашего потока. Тогда это был еще старый НТВ, РНТВ, мне было 19 лет, нужен был корреспондент туда, и вот я прошла отбор, значит, я уже из Костромы работала на центральные каналы, тоже дико гордилась собой, вот, ездила в какие-то командировки, если надо было, все что угодно. Короче, я никогда не боялась работы, я всегда работала много, и все, что у меня есть, даже то, что у меня есть сейчас здесь, хотя я жаловаться, в общем-то, пришла сюда сейчас на YouTube, вот, но неважно, я не жалуюсь. Все, что у меня есть сейчас, это вот дело вот этих вот рук, вот этого вот лба, вот этой вот головы, вот этого вот всего. Никто мне ничего никогда не дарил, никто меня никогда сверху не кидал, там, деньгами, возможностями и так далее. В общем, никогда у меня не было в жизни ничего, чтобы просто вот мне дано было, и все, и вот никто не отнимет. Все, что у меня было, я зарабатывала, и только, наверное, к 30 годам я успокоилась в том плане, что все, я поверила в себя, у меня не было уже больше сомнений, что я чем-то хуже других, что мне нужно постоянно там больше работать, больше суетиться, что-то вот прям вот сильно доказывать. Вот, я успокоилась, я стала хорошо зарабатывать, мне хватало на все мои желания. Я в Москве, например, спроси меня, сколько в Москве стоили там огурцы, помидоры, хлеб и так далее, я никогда вам не скажу, потому что я не знаю, никогда на это не смотрела. То есть я никогда не жила как-то супербогата, но я не жила, считая деньги на бытовые расходы. И тут вдруг эмиграция. Когда замораживают деньги, я, например, ну не будь дура, я все-таки девчонка умная, я инвестировала. Вот, хотя сейчас уже я, учитывая то, что все мои инвестиции спустя больше чем три года моих вот этих инвесторских дел заблокированы, в Альфа-банке благополучно точно, ну половина, наверное, половина всех моих сбережений и инвестиций заблокированы. Вот, не могу сказать, что я умная, хотя, ну в общем, короче, в этой жизни никогда ты не знаешь, никогда не финал, ты не знаешь, дурак ты или правильно поступил. Ну вот, короче, Альфа-банк попадает под санкции, активы заблокированы, деньги вывезти невозможно, карты не принимают. Ну, в общем, все, ты оказываешься снова в той точке, наверное, да, в той квартире, только, единственное, тараканов нет. Уже и голова уже другая, и лет уже побольше, и ты уже не ребенок, и ты можешь сам с собой договориться. Но, в принципе, по ощущениям очень похоже на то, что ты заново должен доказывать, что ты можешь что-то серьезное, можешь что-то хорошее и заслуживаешь чего-то большего. И от этого очень тяжело, действительно тяжело. Эта тема, действительно, говорю, которую не обсуждают обычно с друзьями или знакомыми, но вот так с незнакомыми, наверное, ее обсудить можно. Потому что мне, например, 36 лет, у меня нет ни квартиры, ни машины, ничего материального у меня нет. Потому что все мои деньги были накоплены на то, чтобы купить квартиру в Барселоне, но как бы что с этими деньгами случилось, я вам минутой ранее рассказала. Я могу на них посмотреть, они существуют, но они заблокированы, и не знаю, вытащатся ли они когда-нибудь из-под санкций. Но, опять же, нет, значит нет. Это не вопрос сейчас того, что я ругаю кого бы то ни было, за что бы то ни было, конкретно вот в разрезе финансов. Ну, как бы вот так, значит так. Разберемся, будем ждать, потом посмотрим. Вот. Мы приехали сюда, когда карты еще работали, банкоматы еще выдавали деньги по огромному курсу, 140 рублей за евро был курс, когда мы снимали деньги. А дальше было и вообще ничего не понятно, потому что банкоматы все, карты все, 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 ничего не работает, денег нет. Надо было искать пути того, как эти деньги из России достать сюда. Я расскажу два способа, которым пользуюсь я. Опять же, если для вас они суперочевидные и простые, как бы извините. Вот. Но для меня тогда это было непонятно, и возможно кто-то сейчас посмотрит мое видео, и для него это будет полезно. Итак, первый способ, как мы, значит, решили вопрос. Это счет родственника близкого в Рейфайзенбанке. У Рейфайзенбанка свифт не заморожен, и пересылать деньги через Рейфайзенбанк на иностранные счета можно. Комиссия, максимальная комиссия, по-моему, там 250 евро за транзакцию, но это там, не знаю, 50 тысяч евро вы пересылаете. Вот, тогда может быть 250. Я плачу обычно комиссию, но я не буду уж вам рассказывать, ладно, какие суммы я перечисляю. Нормальные суммы, короче, я перечисляю, они супер большие. Вот. Комиссия где-то 100-120 евро обычно. Ну ладно, скажу, 5000 евро я перечисляла, вот такие примерно, если сумму вы будете перечислять, то это 100-150 евро. Вот. Вопросов у банка пока не возникало, откуда у меня деньги. Если вопросы у банка возникнут, у меня есть все документы, у меня нет страха того, что эти деньги как-то нечестно заработаны, и в этом я не боюсь. Вот. То есть любую сумму вы можете перечислять до 100 тысяч евро. У вас не должно быть 100 тысяч евро на счету. Если у вас есть бумаги, которые вы можете на испанский перевести, там, налогово, еще что-то, вообще без проблем вы принесете и покажете, что со всех этих сумм налоги уплачены, и что все эти суммы как бы легальны. Деньги вам может перечислить мама, папа, брат. По поводу супруга супруги не знаю, вот это надо уточнять. Вот. Это называется помощь близким родственникам, прям в графе перевода указывайте, и все, деньги приходят буквально, ну, меньше, чем за сутки приходят. Это первая история. Вторая история — это USDT. Я пользуюсь приложением Binance, только потому, что оно самое простое, самое популярное, и я в нем разобралась. Наверняка есть куча других приложений. В приложении есть такая P2P торговля, это буква P, цифра 2 и буква P. Вот. Маленький такой значок, на него нажимаете и покупаете. USDT — это тот же самый доллар, только в биткоиношном мире. Вот. Я не специалист по этим всем делам. Опять же, наверняка найдутся люди, которые объяснят гораздо лучше, чем я. P2P торговля — это вы со своей карты рублевой за рубли по курсу в приложении покупаете у человека. P2P — это people to people. У другого человека, который выставил на продажу свои USDT, вы их покупаете, они поступают к вам на кошелек в Binance, и вы идете в обменник и их снимаете. Сейчас, например, вот я покупала по курсу 64 в последний раз и снимала я один к одному. То есть, соответственно, я снимала там тысячу евро мне нужно было, и тысячу USDT я перевела в обменник, соответственно, менеджера. Обменников много, обменники разные, их лучше смотреть на всяких форумах. Но есть BitBase компания, у нее там чуть-чуть побольше комиссии, но она абсолютно надежная, но она спрашивает паспорт. Есть компании маленькие, там, обменники Exchange, которые паспорт не спрашивают, вот, ну, они тоже 6%, но они не спрашивают ваш паспорт, просто перечисляете им. И все. Влияет ли это на что-то или нет, я понятия не имею, я и так, и так делала, просто я говорю, может, люди, которые разбираются лучше, они расскажут. Вот. Это в NAL переводить. Переводить из Binance на еврокарту не надо, потому что, опять же, не потому, что неправильно начала. Менеджер в банке, моя, мне сказала, что так делать не надо. Почему? Не знаю. Поэтому, потому что не будет. Она сказала, пожалуйста, вот так не надо, из биткоина не перечисляйте. Возможно, есть какая-то история с налогами здесь, не понимаю, вот, но я просто так не делаю, я снимаю в кэш, если нужно. Собственно, вот эти два способа, которыми я перевожу свою зарплату из России сюда, себе в Испанию, и свои оставшиеся сбережения перевожу, перевожу, переношу, пересылаю сюда, в Испанию. Для тех, кто только приехал, мне кажется, что вопрос денег вообще самый острый. И это видео я записываю сейчас. Не потому, что я хочу дать вам какой-то совет, вот, я грешу советами иногда, но я не всегда раздаю советы. На этот счет у меня совета нет. Как успокоиться по поводу денег, я не знаю. Я сама не могу по поводу денег успокоиться, потому что, как я уже сказала, вот это ощущение, что надо заново все начинать, надо заново искать работу, вот, надо заново там доказывать, что ты можешь, надо учить язык, познавать там что-то и так далее. А лет-то уже, ну, 36 уже, вы понимаете, да, куда? Если бы у меня было 16, конечно, я бы сейчас побежала бы бегом и все. А в 36 уже гораздо сложнее понимать, что, ага, два года на то, чтобы учить язык, это уже 38. Образование мое сейчас вот это все тоже уже уходит туда, уплывает далеко-далеко, потому что, ну, приходят молодые ребята, которые разбираются в технологиях, там, в съемках, в репортажах, в документалках гораздо лучше, чем я. И правильно пусть работают. И вот эта фрустрация от того, что и денег особо нет, и тратить надо много, и за квартиру платить, и за то платить, и за все платить. Поступление, там, тоже непонятно, сколько эта удаленная работа продлится, сколько продержится, там, этот бизнес наш в России. Вот, и от этого постоянная тревога. Как с ней справляться, не знаю, не понимаю. Сама ищу разные способы договора с собой. Ну, я, видите, я делаю блог, я работаю, на самом деле я работой справляюсь. Работа, и работа, и работа, и работа. Ну, мне как-то помогает, вот, учу язык и делаю то, что надо. Потому что в ситуации, когда ты не знаешь, что хочешь, или не знаешь, что можешь, мне помогает еще ответить на вопрос, а что я не хочу и чего я не могу. Вот, предусловно, я говорю, я нелегально работать не хочу и не могу и не буду. Я работать физически, то есть, типа, знаете, как многие там профессионалы предлагают в группах в Фейсбуке, я еще и убираться могу. Вот убираться я не буду. Зарабатывать деньги мимолетными какими-то историями я не буду. Вот даже та же самая винтажка, я и вот на нее пошла только потому, что я хочу понять вообще, как работает вот эта история с маркетплейсами, с маркетами в Испании. Как платится кому, что, кто, какие покупатели, что люди покупают, что люди продают. И это пока вот такое, знаете, типа низшая касса, доступный мне маркетплейс. Винтажный, блошиный, как Саша говорит, блок продаем. Вот на этом пока на низком уровне я пытаюсь просканировать вот это пространство и понять вообще, если делать здесь бизнес, то как оно примерно хотя бы вот на таком уровне работает. Потом будет какая-то ступенечка выше, потом выше, потом выше. Вот, это видео я записываю для того, чтобы вам сказать, что это абсолютно нормально, тот ужас, который вы испытываете сейчас от того, что вы не понимаете, сколько у вас денег, где вы мог зарабатывать и как вообще жить. Это базовая вещь, это первая вещь, мне кажется, которую испытывают все, поэтому давайте просто держаться вместе, давайте вы будете знать, что даже вот я, вам кажется, что я такая вот отступаюсь, даже я, даже я, блин, такое у меня самомнение, конечно, даже я. Ну, короче, вы понимаете, да, что все люди, даже те люди, которые готовы говорить об этом публично, я говорю, в общем-то, об этом, да, о том, что много кто может посмотреть. И мои друзья смотрят, мои мамы смотрят, родители смотрят, вот-вот все знаете, что я из-за этого переживаю, из-за того, что вот по деньгам я опять откатилась назад, мне сложно, но я стараюсь с этим справиться, я стараюсь как-то себя держать в руках, стараюсь сама с собой разговаривать и понимать, что все-таки я уже не в 90-х, мне уже там, да, не в 15. Вот, на этом все, вывода не будет и морали тоже не будет. Спасибо, что мы смотрели это видео до конца, пока-пока. Увидимся на следующей неделе.